3 ноября в Казанском Федеральном Университете стартовала международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», главная цель которой – привлечение внимания людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению национального единства народов Российской Федерации, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения. Прежде всего, возможность проверить свои знания по этнографии. И, что, наверное, самое важное, это подчеркнуть еще дополнительный, потому что ответ на один вопрос тебя заставляет как цепочку посмотреть, что же еще, потому что, по-честному, не со всеми вариантами ответа, но внутренне я была согласна. Задание диктанта оформлено в виде текста и включает в себя 30 вопросов, причем 20 вопросов. Общефедеральная часть диктанта – единая для всех участников, а 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут. Участники смогут посмотреть правильные ответы на сайте диктанта. Они будут опубликованы до 11 ноября 2022 года. Важно привлекать внимание к изучению культур народов, потому что мы многонациональная страна, и очень важно понимать особенности какой-то другой национальности, какие-то культурные обычаи, чтобы можно было спокойно коммуницировать, взаимодействовать, потому что это важно. Участвую я не впервые, я еще участвовал от школы в 10 классе, это было в Уфе. И для меня не сказать, что сильно сложным показалось, потому что некоторые ответы можно было найти даже в самих вопросах. Первый диктант прошел 4 октября 2016 года, и с тех пор ежегодно участниками акции становятся миллионы жителей России. В 2021 году к акции присоединилось более 2,5 миллионов человек. В Республике Татарстан акцию поддержали 30 тысяч человек. На сегодняшний день количество участников растет. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.